Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. За окном декабрь солнечный и теплый, но лично мне хочется белого снега. Если верить приметам, то солнечная погода в декабре не сулит хорошего урожая, а вот пасмурные дни, напротив, обещают дачникам и огородникам богатый урожай. И какая погода будет сегодня, расскажут синоптики. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 2 плюс 3 в горах до 7 градусов мороза, а днем до плюс 11 и местами 16 градусов выше нуля. В Черкесии без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 0-2, а днем 9-11 градусов выше нуля. Заместитель министра внутренних дел по Карачаево-Черкесии Александр Середа вручил паспорта юным гражданам России. Десять юных жителей республиканского центра в торжественной обстановке получили первые в своей жизни паспорта гражданина Российской Федерации. Мероприятие традиционно было приурочено ко дню Конституции. Участники торжественной церемонии поздравили ребят с получением главного документа. Пожелали им с честью нести гордое звание гражданина России, быть достойными гражданами страны и не бояться ставить перед собой высокие цели. В ответном слове юные россияне не без волнения обещали быть достойными гражданами и патриотами своей родины. Кроме основного документа, виновникам торжества вручили Конституцию Российской Федерации и памятные подарки. И в завершении фото на память. Кавказ в жизни Лермонтова занимал особое место и оказал огромное влияние на творчество поэта. Художественную экспозицию о творчестве Михаила Лермонтова, работы лучших мастеров декоративно-прикладного искусства Карачаевой Черкесии представили на выставке «Лермонтов на Кавказе», которую провели в Международный день гор в Тибердинском национальном парке. Все подробности в репортаже Аллы Динаевой. Присутствие Лермонтова на Кавказе чувствуется всегда. Велик, богат аул Джимат. Он никому не платит дани. Его стена ручной булат, его мечеть на поле брани. Строки из поэмы Хаджи Абрек Михаила Лермонтова высечены на граните в Тиберде, недалеко от карачаевского селения Джамагат, который он описывает в произведении. Насладиться творчеством великого поэта всех желающих пригласили на выставку в визит-центр Тибердинского национального парка Лермонтов на Кавказе, приуроченную к Международному Дунью Гор. И уже в фойе живая музыка создала атмосферу праздника. Всех собравшихся поприветствовал директор Тибердинского национального парка Олег Динаев. Все мы знаем его как поэта, но он, оказывается, был и талантливым художником. Несколько слов хотелось сказать об инициаторе этой выставки. Правда, он ушел из жизни, мы его помним, любим. Это у нас Захаров, у которого была мечта у нас на территории этого прекрасного зала сделать музей Лермонта. Но, к сожалению, он не успел все это сделать. Но мы продолжаем его идеи и надеюсь, вам понравится. Даже хорошо знающие биографию и творчество поэта в этот день узнали что-то новое о Михаиле Лермонтове. Когда он шел в атаку, он снимал титик красной, красной, атласной рубашки. И никто его из горцев не стреляли. Говорили, это русский Ашух, это поэт. Его не стреляли и он умер не от рук. Его же послали на Кавказ, чтобы он здесь был погиб, но он остался жив. Но такой случай, что он умер, но не от рук горцев, которые его боготворили, уважали. Председатель Совета ветеранов Карачаевского городского округа Ракай Алиев вместе с одним из лучших лермонтоведов Владимиром Захаровым изучал жизнь и творчество выдающегося поэта. Он считается лучшим лермонтоведом России вместе с Миллером, Ольгой Владимировной, которой 86 лет. И нас поселили, мы жили эти три дня в домике Лермонтова, прониклись духом, его душой, его поэтическим творчеством. Это было здорово. И вот сегодня вы посмотрите его картины. Это действительно талантливый человек, талантливый во всем. Это великий Лермонтов. А затем руководитель Тибердинского нацпарка вместе со школьницей разрезали красную ленточку. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Кто ты? Лечь твоя опасна. Тебя послал мне ад или рай? Чего ты хочешь? Ты не красна. Ты молви, кто ты? Отвечай. Я тот, которому внимала. Ты в полночной тишине. Чья мысль душа твоей шептала? Чью грусть ты смутно отгадала? Чей образ видела во сне? Я тот, чей зон надежды губит. Я тот, кого никто не любит. Я вич рабов моих земных. Я царь познания и свободы. Я враг небес. Я зло природы. Ты видишь, я вновь твоих. Тебе принес я в умилении Молитву тихую любви. Земное первое мучение. И слезы первые мои. О, выслушай, без сожаления. Меня на буре небеса Ты возвратить могла бы слово Твоей любви святым покровом. А дед, я предстал бы там. Какой ангел, блеск и нога. Вот только выслушай, молю. Я рад твой. Я тебя люблю. Отрывок из поэмы «Демон» представили собравшимся артисты Центра культуры Тиберды Театр Маски, а затем начальник отдела по развитию экологического туризма Тибердинского национального парка Марк Греков повел всех в увлекательное путешествие в мир творчества Михаила Лермонтова. Вы знаете, за свою недолгую карьеру он написал 14 картин маслом, около 50 акварелью, и до наших дней дошли около 300 зарисовок карандашом, тушью, карикатур, каких-то его жанровых сцен. В общем, у него довольно-таки колоссальное портфолио. Это картины маслом, картина «Вид на Пятигорск», «Нападение», «Перестрелка в горах Дагестана», там дальше в углу картина «Тифлис», одни из его самых знаменитых работ, выполнены маслом. На них так, некоторые из искусствоведов говорят, что в картинах прослеживается влияние Рембрандта, которым он восхищался. Но так как я не специалист в этой области, я судить не берусь, я лишь констатирую факты, которые нам известны. Расскажите в творчестве Лермонтова, не только в картинах, что вам больше близко, что интересно, что вы любите? Вы знаете, вообще личность довольно-таки интересная. И то, каким он был человеком, его цинизм, остроты, как они перекликались с его интеллектом, с его художественными, поэтическими талантами, данными, им можно восхищаться практически во всех его проявлениях. Что касается меня, ну, наверное, это любовь к горам, самая близкая мне. Я раньше работал инструктором по горно-пешеходному туризму, и сейчас в свободное время от работы вожу людей в горы. Поэтому для меня любовь к горам и то, что сделал в свое время Лермонтов, да, он поменял вообще восприятие Кавказа, открыл вот эту вот красоту, романтизм, наверное, вот по отношению ко мне, вот это самое близкое, то, чем я восхищаюсь в нем. Я смотрю на эти картины Лермонтова, вспоминая свое детство, потому что это был любимый поэт моего отца, Хубиева Магомеда Ахьяевича, и он посвятил очень много времени, сил изучению его творчества, а также исследовательской работе. Он участвовал в лермонтовских конференциях, которые тогда проходили в Пятигорске, в доме-музее Лермонтова. И уже в 60-е годы вместе с исследователем Семеновым он выдвинул предположение, что Лермонтов в поэме «Хаджи Абрек» описывает именно аул Джамагат в Джамагатском ущелье. И уже в 21 веке вот академик Захаров и Лермонтовская комиссия приняли эту версию и установили в Джамагатском ущелье памятный камень, то есть признав, что действительно Лермонтов описывает именно это село, именно этот аул. Мы читали стих «Туча». Нам не говорили учить этот стих, потому что он для нас был слишком тяжелый. И я сюда пришла, потому что мне нравятся выставки. Мы приехали, думали, будет немного скучновато, потому что вообще биографию я в основе знаю его. Но когда начали рассказывать о том, что он был с ранних лет очень такой талантлив и уже писал картины, вот это было очень интересно слушать. Особенно и много нового интересного ты сегодня узнала. Да. То есть насчет того, что он писал сам картины, в основе я думала, что он только пишет стихи, поэмы, рассказы, но то, что он вообще писал картины, это очень так забавляло. В жизни и творчестве Лермонтова Кавказ сыграл не просто значительную роль, а стал основополагающей темой, проходящей видимо или невидимо через всю судьбу поэта. Этот интерес был обусловлен несколькими причинами. Михаил Юрьевич бывал в этих краях неоднократно, начиная с детских лет. Впервые Михаил Лермонтов побывал на Кавказе шестилетним ребенком, когда бабушка Елизавета Арсеньева привозила его на воды, чтобы поправить здоровье внука. Кавказские горы, необычайная природа и люди поразили Лермонтова до глубины души, а его произведения впечатляют читателя уже много-много лет. Родившись более 200 лет назад, Михаил Лермонтов и по сей день остается одним из самых известных и любимых поэтов. Он прожил всего 26 лет, успев за такое короткое время создать множество гениальных творений, которые заняли свое почетное место среди лучших произведений российских авторов. Аладинаева Алибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Сегодня в Кочегу имени Умара Алиева состоится региональная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы изучения и сохранения языка, быта и культуры карачаевского народа», посвященная 130-летию со дня рождения классика карачаевской литературы Исмаила Унуховича Семенова. В мероприятии примут участие представители органов власти Карачаева-Черкесии, научные работники образовательных и научных организаций СКФО, представители сельских муниципальных образований, общественных организаций, средств массовой информации, филологи, искусствоведы, историки, поэты, писатели, учителя карачаевского языка и литературы, педагоги высшей школы. Напомню, что Исмаил Семенов – первый карачаевский профессиональный поэт, основоположник и классик карачаевской литературы, член Союза писателей с 1940 года, кавалер Ордена Трудового Красного Знамени, автор песни «Эльбрус», ставший гимном Северного Кавказа. На минувшей неделе в Карачаевске в Центре культурного развития имени Кайсына Кулиева состоялась встреча молодежи с группой путешественников под руководством чемпиона России по спортивному туризму Константина Мержоева. Экспедиция впервые в истории совершила прохождение беспрерывным способом вдоль границ необъятной Родины. Какие цели и задачи были поставлены и о том, как прошло путешествие по России, расскажет Карча Биджеев. Девять человек начали свой путь с города Сочи на велосипедах. Они преодолели большой путь до Мурманска. А оттуда на научно-исследовательском судне добрались до Владивостока. На машинах до Байкала, а после пешком 500 километров. Прошли весь хребет Большой Саян. И из города Кызыла точно находится в Тыве. Снова пересели на своих железных коней и добрались до нашей республики. 10 месяцев пути, почти 35 тысяч километров пройденных дорог. Вы думаете, это произведение французского писателя Жюля Верна? Возможно. Но нет. Это экспедиция вдоль границ нашей страны, которую организовал выдающийся путешественник, а также мастер спорта, чемпион России по спортивному туризму Константин Миржоев. Он путешествует на протяжении 30 лет. На его счету круглосветные трансконтинентальные экспедиции. В своем родном Краснодаре для детей он проводит кубанскую кругосветку вдоль границы. А на этот раз путешественнику пришла идея объять необъятную Россию и обойти ее границы. Как говорит Константин Миржоев, страна наша большая и интересная. В ней переплетено множество культур, прекрасная природа. И этим хотелось бы поделиться со всеми. Я был участником экспедиции, не руководителем. И, естественно, смотрел, наблюдал, учился. Все так, как это организовывается, оно было одной из таких тяжелых и драматичных. Это была экспедиция Хребет Черского, массив Буардах. Это в Якутии один из самых удаленных и опасных районов России. И, ну, я думаю, и мира в том числе. Вот. За время вот этой 30-летней работы и разных экспедиций, и в том, я еще раз повторюсь, в том числе организации кругосветных экспедиций, уже получается, что многое знаете. И получается, что на некоторые мелочи вы не обращаете внимания, которые казались раньше не мелочами. Также в экспедиции участвовала хрупкая, но ведь девушка, но сильная духом Елена Галко. Это ее не первый опыт в походах. С 16-летнего возраста она занималась спортивным туризмом на протяжении долгих 10 лет. С университета начались небольшие экспедиции на один или два месяца. Но как только она узнала о таком масштабном походе вокруг нашей Родины, то решила участвовать. Ведь, как говорит Елена, не каждый день выпадает шанс увидеть такие красоты. Калининград мы, к сожалению, не попали, потому что калининградцы на нас немного обиделись. Но мы обязательно туда отправимся, уже, может быть, не в рамках этой экспедиции, а просто попутешествовать, потому что там очень красиво. Четыре основные задачи, которые должны были выполнить путешественники. Первая – это патриотическая. При экспедициях проводить встречи с молодежью и рассказывать о России и о том, где можно путешествовать. Вторая – социальная. Третья – спортивная. И четвертая немаловажная задача – научная. Это сбор материалов. А после на основе этих материалов будут составлены статьи. Конечная остановка экспедиции будет в Сочи, откуда они ее и начинали. Карча Биджиев, Максим Долгов. Вести Карачаева, Черкесия. На пороге самый яркий и любимый праздник – Новый год. К этому дню готовятся заранее. Продумывают меню и новогодний стол. Помимо мясных блюд приветствуются рыба и красная икра. Купить качественную свежую рыбную продукцию можно на ярмарке. Рыбаки Камчатки приехали в Черкесск и представляют широкий ассортимент морепродуктов. Зимой организму особенно необходимы полезные и качественные жиры. Поэтому специалисты по питанию советуют включать в рацион жирную рыбу. А купить настоящую, вкусную и ароматную можно на ярмарке. Рыбаки Камчатки привезли огромный ассортимент свежей рыбки. И вот она на прилавке во всей своей красе – царица лососевых – чавыча. Самая красивая и самая вкусная – это чавыча царицы лососевых. Также есть кижуч на сегодняшний день, есть кита, есть горбуша, есть палтус. Палтус считается самая жирная рыба, но она самая полезная и самая диетическая, потому что она хорошо усваивается у нас в организме. Есть белорыбеца, это северная рыба. Она тоже очень вкусная, тоже полезная. Одна из самых деликатесных рыб – палтус. Его особо ценят любители вкусной и полезной еды. Посмотрите, какой у нас палтус на сегодняшний день. Просто шикарнейший палтус. Постоянный гость на наших столах – сельдь. Она является хорошим источником нескольких минералов, включая железо, цинк, фосфор, калий. Самые ценные источники омега-3 – это жирные сорта рыбы. И поэтому рыбка на ярмарке – то, что надо. Ну и, конечно, красная королева – икра. Можно продегустировать и выбрать по вкусу. Принято считать, что у самой вкусной икры должны быть самые большие икринки. И вот они перед вами. Кстати, укрепляет иммунитет. Большой выбор консервов, кальмары, мидии – все к вашему новогоднему столу. Ярмарка рыбной продукции будет работать до конца недели в Центре развития предпринимателя на Горького 8. Светлана Шаганова, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Сегодня Международный день обезьян. Сейчас представители этого животного мира живут не только в зоопарках, цирках, но и в домах многих людей. И очень даже с ними дружат. В настоящее время в мире насчитывается 264 вида обезьян. Часто в рамках празднования проводятся соревнования на лучший костюм обезьяны. Также они великолепные артистки, очень забавные, их особенно любят дети. Обезьяны от природы артистичны, и поэтому они часто выступают в цирковых программах и радуют зрителей. Далее телевизионный эфир на телеканале России продолжает программа о самом главном. А в 14.30 смотрите Вести, Карачаево, Черкесия. Хорошего вам дня и встретимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok